Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня. Я осознаю, что я грешник, и я нуждаюсь в Тебе. Я верю, что Ты умер и воскрес в третий день. Господь, я благодарю Тебя за мое оправдание. Я верю, что Ты умер за меня, и я принимаю Твою жертву. Я прошу Тебя, освободи меня от всякого рабства, от всякого греха, во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Присаживайтесь. Слава Богу. Хорошо. Малахий, 4 глава, 5 стих. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. Вот я пошлю, ну, я вам хочу сказать, где был День Господень, великий и страшный. В чем он заключался, великий и страшный День Божий? Вы знаете, самое интересное, то, что некоторые не увидели и не рассмотрели. Пришел Иисус Христос на эту землю. Великий и страшный День уже начался. Он уже идет. Великий и страшный День. И некоторые находятся в страхе. Некоторые находятся в сомнениях. Некоторые находятся в проблемах. И некоторые имеют величие Божие. Они понимают, что такое. День великий и страшный. И Он обратит от сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам их, чтобы, придя, не поразил земли проклятием. Земля и так поражена проклятием. Смотрите внимательно. Но Иисус, Он благословил эту землю, правда? Он просил за них, и за каждого из нас, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это спасение и откровение Иисуса Христа. И вы знаете, я верю, что Бог дал нам помазание, каждому из нас. Я хочу направить на вас, вас направить в одно откровение, которое мы имеем. У нас есть помазание, помазание от святого. Смотрите внимательно. Он говорит, Илья придет в силе пророка. Это Он говорит и проповедует Малахия за 400 лет об Иоанне Крестителе. Он проповедовал о том, что я пришлю Илью. Знаете, что Он говорил? Грядет за мной тот, который будет страшен. Он отомстит за нас. Он сделает нас непобедимыми. И вы знаете, некоторые ожидают такого Иисуса Христа. И когда они приходят в церковь, и они встречаются с любящим Богом, для них странно, как это Бог их любит. Самое ужасное, самое печальное, что страшно впасть в руки Бога Живого. И когда ты противишься Ему, вы знаете, эти страхи вас одолевают. Вы знаете, Бог не страшен, по идее. Он любящий Бог. Он есть любовь. Знаете, кто страшен? Дьявол. Он пытается нам нарисовать определенного Бога, который делает с нами определенные вещи. Но Бог не таков. Кто делает плохие вещи? Дьявол. И он пытается быть некоторым, для некоторых Богом. И вы знаете, у некоторых есть такие переживания. Я умру, все, мне конец. Алкоголики очень боятся смерти, когда они с перебоя. Они боятся смерти, им давайте наливайте побыстрее. Потому что вот этот страх, он от дьявола исходит. Но есть тот, который приходит в их жизнь, и он может освободить их. Я вам хочу сказать, есть помазание, церкви помазание, в котором мы можем действовать. И я хочу направить каждого из нас в это помазание. Любое служение, какой бы ты служитель ни был, учитель, наставник, лидер домашней группы, молитвенного служения. У нас есть помазание в церкви. Для каждого дано помазание. У Иоанна Крестителя было другое помазание. Вы знаете, в чем помазание Иоанна Крестителя было? Проповедовать то, что придет Иисус. Страшный Бог. Вау. Он страшен. И люди боялись, некоторые выходили из страха, а которые знали Бога, они выходили, чтобы люди о них ничего не подумали. Фарисеи. И Он говорил, порождение Ихидине. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он говорит, совершите достойный плод покаяния. Другими словами, покаяние должно произвести в нас работу. Если оно не работает, значит помазание, оно напрасно. Бог не тратит помазание свое напрасно. Он не тратит свои действия напрасно. Если Он делает что-то в моей жизни, это не напрасно. Мы сейчас, некоторые находятся в реабилитационном центре. Кто-то проходит институты. Кто-то читает Библию. Кто-то молится за определенную нужду. Вы знаете, что в вашей жизни ничего сейчас, если вы с Богом, не происходит напрасно. Значит, что-то Он хочет от вас. Он хочет, чтобы начало работать Его помазание. Помазание не работает, если ты противник. Он не может работать с противящимся. Он не может работать с тем, который не согласен, недоволен. И вы знаете, есть помазание, как и у служителей, как и у пастырей. И он не может работать с теми, которые воюют с ними. Вы знаете, интересно, мне нравится Давид. Он работал, не работал, он служил у царя. Ну, это работа его была. Он играл на флейте ему. Его взяли, не на флейте, а на, как это называется? Гусли, да. Струнный инструмент, гусли. Я флейтой называю. Хорошо. Видите, какое у меня познание о музыке? Гусли. Ну, я все время в детстве думал, гусли – это что-то дудящее. А когда пришел в церковь, я понял, что гусли – это, оказывается, струнный инструмент. И для меня было как откровение. И осталось еще, что я вспоминаю некоторые вещи оттуда. Но, смотрите внимательно, и я хочу сказать, он играл у него. Он был помазанным царем. И он уже был в помазании, которое работало. Но вы знаете, это помазание не было для того, чтобы он играл и пел. Кто из вас знает, что такое помазание? Вы еще не поняли меня, но я вас подвожу. Помазание – это не чтобы ты пел и играл. Пение и игра – это то, что приводит тебя к Богу. То, что приходишь ты к Богу. Но помазание работает даже без пения игры. Он был помазанным царем. Знаете, для чего? И помните, он был молодым человеком, которым пас овец. И медведя он догонял. Он был воин. В нем было помазание воина. Он был помазан для того, чтобы защищать эту страну от разорения. Он был помазанным человеком для того, чтобы быть воином. И вы знаете, самое интересное, когда этого гуслиста отправили сторожить снова овец в дом отца, когда война началась. Потому что он гуслист. Он непригоден к войне. Вы знаете, что музыканты, они непригодны. У них руки не такие. У них музыкальные руки. Они воевать, меч держать не могут. Его отправили к отцу. Потому что у него другое помазание. Но они не знали, для чего он помазан был. Помазание начинает работать со временем, когда мы начинаем практиковать это. Но вы знаете, где он практиковал это помазание? Среди овец. Он догонял льва, раздирал пасть ему. Он догонял медведя. Мишку. Медведя. Мишку. И забирал у него овцу. Он делал определенные вещи, которые невозможно сделать другим людям. Помазание работало. И смотрите, что происходит. Он идет просто посмотреть на войну. Он оставил в обозе пищу, которую принес для своих братьев. И пошел посмотреть на войну. Как они сражаются. Знаете, когда работать начинает помазание? Когда ты в гуще событий. Помазание начинает действовать тогда, когда ты начинаешь делать то, для чего ты призван. Когда ты начинаешь находиться в том месте, где оно начинает в тебе возбуждать твой дух и поднимать тебя. О, слушайте внимательно. Помазание в Давиде начало работать, когда он... Я не понимаю людей, которые прославляют Бога и не чувствуют вдохновения и помазания. Значит, он не помазан для этого. Помазание, это когда оно... Тебя только поставили сюда. Ты уже помазан. Даже слуха еще нет, голоса нет. Ты еще не умеешь ничего делать, но ты уже помазан. Помазание работает всегда, скажи. Всегда, потому что это не мое. Это Божье. Помазание. И смотрите, на него вылили елей. Потому что он царь. Для сражения, для войны. Царь нужен для того, чтобы охранять пределы государства. Увеличить пределы государства. Правда? Он помазанный царь. Что он должен делать? Ну, они видели в царях только того, который воюет. Достигает победы. Защищает нас от врагов наших. И вы знаете, он приходит на это сражение и видит Голиафа. На него одевают доспехи. То есть, другими словами, на него пытаются одеть помазание другого человека. Доспехи царя Саула. Для того, чтобы... Он уже вызвался для того, чтобы сражаться. Потому что никто не вызывался. Молодой человек, Давид, который не способен к войне. Не способен... Его даже... У него руки не способны. Но помазание, которое в нем, дух сильный, который был в нем, они говорят, ну, пускай пойдет хоть этот. Хоть опозоримся. Но с честью. Они думали так, наверное. Вы знаете, некоторые направляют ненужных людей, потому что не видят в них помазания. Но Бог, который изливает свое помазание на человеке, он и уполномачивает его. И мне нравится, Давид, что он, одевший доспехи, когда ему царь предложил сражаться с Голиафом, он не взял эти доспехи. Знаете, почему? Потому что ты не должен сражаться в чужом. Ты не должен воевать чужими. Чужими проповедями, чужими откровениями, чужим пением. У тебя должна своя песня быть. У тебя должно свое откровение быть. У тебя должно свое слово быть и пророчество свое должно быть, которое Бог дал. Я пошлю вам Илью. До этого Илья не такой был. Вы знаете, что Илья был какой? Он огонь с неба сводил. У него вообще помазание сводить огонь. На сотников, пятидесятников или еще кого-то. Он сводил огонь, чтобы их пожрал. У него помазание сведения огня и запрещение в дождю. Вы знаете, это помазание было пророка, которое он исполнил. И вы знаете, самое интересное то, что приходит тот же пророк и говорит, в духе Ильи, что придет дождь. Но для того, чтобы этот дождь пришел, нужно покаяться. Мне нравится дух Ильи. Почему мне нравится дух Ильи? Потому что мы долго чувствовали в своей жизни засуху. И когда мы определенно знаем, что она должна пройти, мы должны что-то определенное сделать. И он начинает говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И все выходили к нему на Иордан. Что делали? Они крестились. Крестились, и он вдохновлялся этим. Он вдохновенно так проповедовал, что людям хотелось перемен. Смотрите, помазание работает с теми людьми. И в тех людях, скажи, помазание работает, в тех людях, которые исполняют его волю. Оно не работает, когда ты начинаешь делать что-то другое. Знаете, почему оно не работало с Ильей, когда он находился в темнице? Это не его место. Скажи, я в нужном месте. Запиши еще, есть место для помазания, где оно должно работать. Вы знаете, у Давида помазание работало на поле сражения. Он сражался лучше всех. Он был воин, как царь Давид. Он был сильный воин. Мы можем стать воинами Иисуса Христа, но когда мы будем на своем месте, я подвожу вас к чему-то. Если вы запоминаете, записывайте себе то, что я вам... Потому что то, что я вам говорю, это будет работать в вашей жизни. Если вы хотите помазания по-настоящему, чтобы оно работало, вам надо стать в том месте, где вы должны находиться. И должны это делать. Вы уже ощущали, что оно работает, но только в определенных местах. Смотрите дальше. Илья бежит от... Как ее? Изавель звали, да? Ужасная женщина. Когда он бежит в пустыню, боится, в страхе. Вы знаете, что-то в его жизни происходит. Переживания. Ему нужно возвратиться туда, откуда он пришел. Ему нужно возвратиться в то место. Но как возвратиться, если в тебе уже нету силы духа? Вы знаете, почему люди, которые вышли против Голиафа, они никто не мог противостать ему, кроме Давида? В них не было силы духа. Что дает помазание? Оно дает силу духа. Оно вдохновляет тебя на подвиг. Скажи, помазание вдохновляет тебя на подвиг. Запиши себе. Помазание вдохновляет на подвиг. Смотрите, что делает Давид. Он всех говорит, ободритесь, у вас все выйдет, у вас все получится. Мы можем сегодня достичь результата. Мы можем получить все. Ты можешь бросить пить, у тебя получится. Вы знаете, что делает помазание? Оно ободряет других для перемен, для изменений. Есть люди, которые не могут изменить свою жизнь. Они живут в страхе, в сомнениях. И он, как я брошу? Один мне человек рассказывал, он говорит, наркоман, он боится бросать, потому что он умрет, если бросит. В нем нет духа, силы. В ком есть дух? Тот, кто помазан. Скажи, я помазан. Есть место помазания, которое работает. Место помазания Давида было сражение. Не царские палаты, не место, а сражение. Поэтому Бог его закалял еще несколько лет, ну, около 20 лет, он ходил в сражениях. Он воевал, даже не будучи еще царем, он воевал, будучи в сражениях. Помазание работает. И вы знаете, когда помазание работает, что-то происходит в моей жизни и в твоей жизни, в нашей жизни должно происходить определенное, как бы, обстоятельство. Мы должны стремиться к определенным вещам. Я должен стремиться в то место. Почему нас тянет церковь? Почему нас тянет в то служение, которое мы должны нести? Здесь работает помазание. Я работаю. Я могу служить здесь. Здесь работают чудеса Божьи. Это не моя сила. Потому что, если бы Давид с пятью камнями против Голиафа победил сам, то он бы сказал, это я герой. Но он сказал, это Господь. Помазание работает. Голиафа никто не мог одолеть, а камушек Давида одолел. Вы знаете, Илья уничтожил восемьсот пророков. Не со своим помазанием. Лже-пророков. Дубравных и там еще каких-то, Бааловых. Он уничтожил не со своим помазанием, а помазанием Божьим. Огонь Божий сошел, пожрал. И что произошло? Вы знаете, когда мы пользуемся этим помазанием, мы сильны. Некоторые люди находят удовольствие в конфликтах. Они помазаны для конфликтов, для разрешения конфликтов, конфликтных ситуаций. Я вам хочу сказать, что есть люди, которые научились к этому, и они способны к этому. Вы знаете, мы несем мир. Мы приносим этот мир. Но не все помазаны для того, чтобы это работало. Мы несем то благословение, но не все помазаны. Помазание работает только в том, что ты можешь делать. И я вам хочу сказать, Бог определил каждому свое помазание. И я вам хочу сказать, если я прославляю Бога, и это не работает ни для меня, ни для других, это не помазание. У Давида было на все помазание. Он прославлял Бога, и это было чудно. Он прославлял, и дух нечистый уходил от Саула. Правда? Он просто играл. Он просто играл, и сила Божья сходила. Вы знаете, сегодня может на тебя сойти сила Божья, когда я проповедую, потому что, когда я говорю, Библия говорит, слова, которые я говорю, есть дух, может оживить тебя в одно мгновение, может дать тебе свободу в одно мгновение, если ты соприкоснешься с тем, что я проповедую. Помазание работает. Иисус проповедовал. И вы знаете, ни один человек не понимал, что он говорит. Ученики втайне спрашивали, но все равно не понимали. Они поняли только потом, со временем. Но помазание Иисуса Христа работало, что они получали от слова мир. Какой-то мир приходил, спокойствие какое-то приходило. Я не понимаю, почему, по какой причине, но оно приходило. Когда он пришел к ученикам, он вдохнул на них и говорит, мир мой даю. То есть, другими словами, я вам открыл что-то и даю вам мир, который не такой, как мир дает. Но не такой. Вы знаете, помазание работает. Мы имеем тот же самый дух. Давайте прочтем Исайя. Я только начинаю проповедовать, вы знаете. И теперь я... 61 стих. Ой, глава, извиняюсь. Первый стих. Исайя, 61 глава. Дух Господа, Бога... Смотрите внимательно. Это не я. Я хочу, чтобы ты услышал. Помазание – это не я. Это не мы. Это не наша сила. Это дух Господа, Бога на мне. Скажи, дух Господа, Бога. Он на мне. Ибо Он помазал меня. Смотрите внимательно. Есть момент, когда Он помазал. Когда ты выходишь в то место, которое ты должен находиться, в котором ты должен быть. Есть люди, которые не на своих местах, и помазание у них не работает. Им надо занять свое место. О, Давид думал, я в царских хоромах, я уже помазан. Знаете, где сработало его помазание? На поле сражения. Потому что Бог его помазал сражаться, воевать. Господь помазал тебя для своего сражения. Слушай внимательно, у тебя есть твое сражение. Скажи, у меня есть мое сражение. С теми, с кем я должен срождиться. Есть бесы, с которыми я должен сразиться. Есть духи, которыми я должен сражаться. Есть то сражение. И вы знаете, самое интересное, когда Иисус вышел на служение, Он пошел в пустыню для искушения от дьявола. Помазание начало работать. Дух Божий начал работать. Он начал сражаться, воевать за то, что он принял. И знаете, что дьявол его спрашивает? Он говорит, если ты сын Божий, самая главная задача, слушай, ты должен принять то, кто ты есть, то помазание, которое в тебе, оно должно работать. И вы знаете, это откровение нашей церкви. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал благовествовать нищим. Скажи, благовествовать нищим. Он не пошел в хоромы. Смотрите, Иисуса. Он не проповедовал царям. Он не проповедовал священникам. Он не заходил в Верховную Раду проповедовать. Он не проповедовал нигде. Он пошел куда? К нищим. Потому что помазание работало там. Оно работает там, где Бог сказал, оно будет работать. Если твое помазание, прославление, оно работает, когда ты прославляешь его. И если ты стоишь там и не прославляешь Бога, оно не работает. Почему? Что-то я не чувствую ничего. Вы знаете, некоторые евангелисты, и они думают, что они евангелисты, но они еще никого не привели в церковь, не привели к Богу. Но они помазанные евангелисты. Я вам честно говорю, да, это так, но оно не работает. Силы нет, если ты не исполняешь то, для чего ты призван. Я должен делать то, для чего я призван. Некоторые пастыря, но для него сложно открыть домашнюю группу и быть в постоянстве. Знаешь почему? О, он не может совладать ни с собой, ни со своей женой, ни со своими детьми, ни с кем. Это не пастырь еще. Помазание работает всецело, а он устрояет вокруг тебя весь дом. скажи, помазание. Я хочу быть помазанным. Есть момент, когда ты начинаешь входить в свое призвание, и помазание начинает работать, и все вокруг тебя начинает устраиваться. Семья, дом, церковь, служение. Но если ты не делаешь этого, церковь не такая, пастырь не такой, служение не такое, все не такое, все ужасные, страхи. И вы знаете, это сомнение, это неверие, которое ты ходишь и не можешь получить откровение Божьего. Потому что Господь помазал меня благовествовать нищим, послал сокрушенным сердцем. Смотри, исцелять сокрушенных сердцем. И помните, Иисус всегда задавал такой вопрос. Веруешь ли, что я могу это сделать? То есть, другими словами, настолько ты сокрушен, что ты веруешь даже в меня. Помните, там женщина была, которая прикоснулась к нему к краю одежды. И он ощутил силу. Но у Марка есть послание, что люди ходили, чтобы коснуться хотя бы края его одежды. Эта женщина слышала, что есть такой. Но она не сокрушалась в вере. От которого даже прикосновение. Вы знаете, вера, ее не было первой. Многие люди получали от Иисуса Христа, просто прикасаясь к Нему исцеления. Она не была первопроходцем в этом. И Иисуса сил, от Него исходила сила для исцеления. И край одежды. Касались другие люди и получали освобождение, исцеление, помазание работало. Но эта женщина еще имела деньги, еще имела какие-то планы, идеи. Она еще имела какое-то... она еще не была сокрушена полностью. Знаете, что такое сокрушение? Когда у тебя уже ничего нет. и у тебя остается одно. Один выход. Другого у тебя нет. Некоторые сегодня думают, я могу бросить сам, могу оставить сам, но если ты еще не сокрушен, ты еще рано пришел в церковь. сокрушенный человек, это тот, который говорит, у меня есть один выход. Это Иисус. Кто из вас освободился от алкоголя, наркотиков? Поднимите руки. А некоторые еще нет. Но смотрите внимательно. Некоторые, которые здесь сидят, я вижу, они не освободились. Но я вам хочу сказать, у вас должно быть желание, только один Он может освободить меня. сокрушись перед Нимой. Он пришел для сокрушенного. Помазание не работает не на сокрушенных. Вы знаете это? О, Иисус не бегал за этой женщиной, пока у нее деньги были. Он не бегал за ней, пока у нее были возможности лечиться у докторов. Давай я за тебя помолюсь, исцелю тебя, пока она сама не приползла к Нему, потому что она ползла, по-настоящему ползла. У нее было кровотечение, и ей надо было к краю одежду прикоснуться. И она прикоснулась к краю одежды. Для чего это произошло? чтобы получить исцеление. Смотрите, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Помазание работает там, где есть сокрушенные сердца. Не ищите тех, в которых все хорошо. Вы знаете, таких даже лечить не надо. Они сами умные. Им не нужно ничего. Бог меня послал к сокрушенным. Помазание работает с сокрушенными. Поэтому мы сокрушаемся и плачем перед Богом, потому что мы в нужде, и у нас один выход. Я хочу, чтобы помазание работало в моей жизни. Если в твоей жизни оно не работает, значит, ты еще видишь еще много выходов, но есть только одна дверь, которая дает тебе все. О, дочитаем. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным. Мне нравится проповедовать пленным. А теперь задам вопрос. Многие люди понимают под пленом, когда вы находитесь в какой-то темнице или еще что-то, вас вводят за руки, но некоторые находятся в плену своих иллюзий, планов, идей, которые по сути дела не Божьи. Пленным освобождение, проповедь. мы говорим людям и открываем правду на их жизнь. Пленным освобождение. Слушайте внимательно. Кто вас пленил? Кто-то сегодня сидит в Фейсбуке и он пленен гавайями. Да не, ладно, хотя бы этим. Как это называется? Карпат ими, лыжным курортом. Слушай, расслабься, это не важно, это не главное. Слушай, там помазания не будет, там ты получишь удовольствие, но помазание там не работает. Где помазание? на своем месте. Когда я на своем месте, скажи, я помазан. Слушай внимательно. Когда я в церкви, я помазан. У тебя сейчас происходит изменение твоего мышления, послушай, помазание начинает работать в твоей жизни. Вы знаете, некоторые люди нашли себя в том, что служат в репцентре. Это их и Карпаты, и Гавайи, и все остальное. И они чувствуют там вау. Я вам хочу сказать, там работает что-то. Там помазание. У меня было откровение, но потом скажу, когда был пленным освобождением и узником открытия активниц. Кто-то находится в узах. Вы знаете, можно быть пленным, а можно уже находиться в узах во тьме. Непрощение, обиды, недовольство. О, кто из вас доволен сегодняшней властью? Вы знаете, мы помазаны проповедовать слушайте для таких людей, что эта власть нам все равно. У нас есть другая власть, мы помазаны, слушай, для сегодняшнего времени. И чем хуже люди живут, тем помазание лучшее. Вы знаете, когда еврейский народ находился под игом и под проблемами римского Рима, помазание работало сильнее. Иисус работал. Скажи, я хочу, чтобы оно работало в моей жизни. Значит, оно будет. Смотри внимательно. Пленем узником открытия темниц. открытия темницы. Ты не в темнице. Тебе надо просто выйти отсюда. Тебе надо просто выйти наружу. Скажи, мне надо выйти. открытия темнице. Открытия темнице. Открытия